А теперь всерьез. Еще две стихотворные страхи. На этот раз из Межилайтиса. Ты земной и неземной возникая, являешь нам прекрасные черты. Ну, только земной человек слишком обыденный. Нужна одухотворенность всегда непостижимая и волнующая. Вот такой представляется мне Анна Герман, польская певица, вражинка нашей Средней Азии. Ее, очевидно, все слышали, но, может быть, не все знают ее судьбу. Несколько лет назад, поехав в Италию на фестиваль в Сан-Ремо, она попала в ужасную автомобильную катастрофу. На три года была выключена из жизни, перенесла страшные мучения, но выстояла благодаря какой-то неземной силе духа. И нашла в себе мужество написать книгу-исповедь, честную, откровенную. Все еще периодически страдая головными болями, чувствуя слабость. И не соглашаясь из-за этого на постоянный ангажемент, Анна решилась на еще одно испытание, на то, без чего не смогла бы счесть свою жизнь полноценной. В декабре прошлого года у нее родился сын. Три недели назад в Варшаве вместе с оператором Юрием Прокофьевым я постучался в дверь Анны Герман. Постучался, потому что звонок был заклеен пластырем. Звонить нельзя в квартире грудной ребенок. Здравствуйте. Я очень рада, что сегодня ко мне в гости пришло московское телевидение. Мне уже некоторое время хотелось от всего сердца поблагодарить всех слушателей, которые мне написали. В это радостное и трудное для меня время. Моему сыночку теперь два с половиной месяца. Это мой первый мальчик. Он первый раз на экране. Видите, как он хорошо себя ведет, правда? Что ж, мне хотелось бы вам сказать, что я действительно очень счастлива, что сдала свой новый жизненный экзамен. Ему только два с половиной месяца, а он уже весит восемь километров. Наверное, будет культурист, как папа. Это моя кухня. Вы видите, она небольшая, но я своему мужу сюда пускаю не потому, что тут только шесть квадратных метров. По-моему, место мужчины не в кухне. Ни в коем случае. Вот у меня он приходит домой, усталый, конечно, с работы. Моется, ложится на диван, берет кучу газет сюда с собой, приносит и читает. А я приношу ему разные кушания, которые я прежде тут стряпаю. Немного, я не очень умею говорить, но все-таки иногда это можно съедобно, иногда получается. И я думаю, что это немножко, конечно, восточный обычай. Я-то родилась в Северной Азии, но не только потому. Мне кажется, что это приятно. Просто сделать ему удобно, чтобы он, приходя домой, чувствовал себя именно дома хозяином, желанным человеком, любимым. Мой муж, конечно, всегда мне помогает. Мне просто настоящий мужчина в кухне не нравится. Я даже об этом в книге моей написала, что сам Григорий Пек, известный киноартист, очень красивый, в кухне за сковородкой с кастрюлями перестал бы мне нравиться. После моей итальянской катастрофы, когда у меня было целых три года свободного времени, я уже, конечно, могла сидеть, разговаривать, думать, даже немножко подпевать. Но на сцену, конечно, еще далеко было, до сцены далеко. Ну и нужно было чем-то заняться. Дни очень длинные были, я помню. Да и ночи тоже. Прежде всего, мне хотелось ответить на все письма, которые я получала и в Италии, и тут, дома. Из Советского Союза приходило очень много писем. Так же, как и теперь, после рождения моего сыночка. А так как невозможно было всем ответить лично на все письма, так я решила просто написать такую книгу. Я написала про свои записи пластинок, про контакты с людьми, про фестиваль в Сан-Ремо, про то, как жила там, как работала. Книга называется «Вернись в Саренто с вопросительным знаком». Это и есть вся суть в этом знаке, в этой книжке. Потому что я, будучи больной, спрашивала себя всегда, захочу и смогу ли я еще раз вернуться на эту гостеприимную, красивую землю. Потому что остался у меня в душе такой немножко осадок после, конечно, этого несчастья, которое со мной тогда случилось, которое в некотором смысле изменило всю мою жизнь и прервало немножко мой путь, можно сказать, мою работу на несколько лет. А это в нашей короткой жизни на Земле все-таки считается. Но теперь я могу честно сказать, уже прошло несколько добрых лет. Я вернулась на сцену. Мне очень приятно сказать сегодня вам это, что в этом мне очень помогла советская публика, которой я возвращалась из года в год, все эти четыре года. Приготовляла специально программы для вас. Собирала музыкантов, потому что у меня своего ансамбля нет. И это всегда понадобилось много энергии, много работы. Но это была для меня радостная работа, потому что я знала, когда я приеду в Советский Союз, я сдам свой очередной экзамен и наберу силы для моей дальнейшей работы. Так было и в этом году, когда я уже будучи в пятом месяце набралась отваги и поехала поработать, спеть мои новые и старые песни для вас. Спасибо вам и до новых встреч!